Всем привет! Мы продолжаем проходить октяпас тревелер, ну и как вы помните, в прошлый раз мы с вами начали проходить постигровые квесты, но они условно постигровые, потому что для части из них достаточно вполне себе закончить только часть квестов. В этот раз мы этим делом заниматься продолжим и отправляемся в Оазис. А здесь должен быть квест, который нам даст довольно-таки клевую штучку. Ну, давайте сначала в таверну заглянем, нет, здесь никакого разговора нет, кажется он у нас уже был на самом деле. И надо понять, какой квест у нас появился новый, какого раньше здесь не было. Это нам сильно поможет. По-моему... А, ух ты, сундучок пропущенный. Ну, в принципе, мы можем и местные квесты собрать, почему бы и нет. Друг. О, мы снова встретились, и конечно я рад. Капитан, пожалуйста, сейчас нет времени на разговоры. Божьи зубы рядовые. Будешь настаивать, что мне нельзя поприветствовать бывшего товарища? Есть такая вещь, как правило, приличие. Мне очень жаль, но капитан, ужасно занятой человек. Скоро будет смена караула. Если вы подождете еще немного, то появится больше времени поговорить. О, вот так вот, да? Ну, давайте поговорим. Кстати, может у него что-нибудь есть, что нас за интерес... У-у-у-у... Ух ты! Ну, меня интересуют орехи. Поправьте сказать. Орехи это круто. У-у-у-у... У-у-у... С епископом Донованом. Где бы он ни был, но... Кажется, он в кафедральном соборе. Хе-хе. Банально, да? А... Это же он? Кажется, это он. Давайте посмотрим, что есть у него ненужного. Эх, фигня какая-то. Правильно? О-о-о... И епископ, посвятивший себя служению в городском соборе. Его предки также служили святому пламени, и он решил пойти по их стопам после посещения Флеймсгрейса вместе с отцом. Жена разделяет его веру, и у них есть дочь. Да. Состояние Донована. Отлично. Ну, а теперь мы можем вернуться обратно в Оазис и сдать этот квест. Так. Товарищу Бэйлу. Хм. Я его почему-то с Бэйном спутал. Ну, знаете, там типа сражался с Бэтменом и все вот это. Так. Да. Поделимся информацией. Я надеялся увидеть тебя снова. Донован. Какие у тебя новости? Хорошие или плохие? Понятно. Значит, Донован по-прежнему в добром здравии. Его дочери уже исполнилось семь. Я даже не думал, что служение епископом отнимает так много времени. Но опять же, Донован всегда был целеустремленным человеком. Кажется, с первой нашей встречи прошло около десяти лет. Тогда я был наемником и странствовал по земле в поисках работы. Мы с Донованом встретились вскоре после того, как он встретил свою жену. Это было трудное время. Понимаете, его жену похитили в первые дни их брака. Меня схватили рыцари Орданте, которые ошиблись, перепутав меня с тем злодеем-похитителем. Я был всего лишь бродячим скитальцем. Никто не мог за меня поручиться и доказать мою невиновность было невозможно. Я думал, что меня повесят. Но мне повезло, что лорд Вудвард, начальник рыцаря Орданте и Донован поверили в мою непричастность. Только благодаря их твердому убеждению истинный преступник был все же найден. Ха, я очень давно не вспоминал о том времени. Тогда я и представить себе не мог, что в один прекрасный день буду занимать такую должность. Иногда я скучаю по твоей свободе, но знаю, что работа, которую я сейчас делаю, того стоит. Но все равно это не значит, что я никогда не вспоминал о прошлом. Но я верю, что всему есть своя причина. Сегодня я занимаю свою должность благодаря своим поступкам в прошлом. Они сыграли свою роль. И нам дали знак капитана. Ну, как вы понимаете, деньги на данный момент уже мало важны. А вот знак капитана, он... Блин, физзащиту не хочу менять. Живительный камень. Давайте вот это заменим. Дает дополнительный опыт. Он увеличивает получаемый опыт на 50% еще. Итого, с нашего скилла, который у нас экипирован, плюс вот этот знак, у нас будет плюс 100% дополнительного опыта. Ну, а тем временем я посмотрю, что будет дальше. И мы с вами увидимся очень скоро. Отлично, но и в Виспермиле у нас с вами есть новый квест. Да. Так, только надо его найти. Опять же, всегда проблема в том, что их надо найти. О! Блин, никто ничего не хочет рассказать. А что-нибудь полезное у вас есть? Уу, большие камни души. Ну, можно было бы, конечно, их скупать, но... Вообще, помните, да, как эта деревенька поступила с нами, когда мы сюда пришли? Ууу! Опачки. Вот, поэтому никакой жалости к тому, чтобы... О! 380-140. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что у нас там по оружию. 380-140. Ого! А он... А, у нас такой у Терриана. И было бы здорово его же, видимо, получить... Ну, либо Ольберику, либо Альфину в другую пати. Поэтому давайте я сейчас сохранюсь, и мы с вами встретимся, когда этот смертельный тесак перекочует в наш инвентарь. Ух ты! И мы его украли, ну, где-то с 50-й попытки. Давайте посмотрим. Я так думаю, что стоит тогда этот тесак вручить нашему другу Ольберику. Конечно, точность у него немножко пострадает. Но зато у него сильной лечится урон и крик. Это круто. Ну, и раз мы стали тут уже народ потихоньку обчищать, да, давайте уже соберем все, что нам может быть нужно. Ну, так, чтобы потом сюда не нужно было возвращаться, скажем так. Ну, то есть, возможно, нам еще по квестам сюда предстоит вернуться, но было бы здорово уже всех, кого можно обокрасть, и спать спокойно. Ну, в частности, я это считаю... У-у-у, охотная байка. О, нет. Что случилось, Тресса? Кто-то рассказал мне историю о призраке, а я терпеть не могу призраков. Они такие страшные. Полагаю, упоминание духов чем-то может пугать. А знаешь, что еще пугает? Гром, долги и... Долги? А это странно. Странно. А вы тогда чего боитесь? Хороший вопрос. Мне безумно интересно, от чего может поникнуть неизгибаемый клинок. Ну, я плохо плаваю. Хотя это больше слабость, нежели страх. Вот так сюрприз от такого человека, как вы. Я немного плавал, когда был ребенком, а когда вырос и возмуждал, я забыл эту науку. Ручаюсь, это из-за количества мускулов. Видимо, ты идешь ко дну словно камень. Возможно. А что насчет тебя, Сайрус? У тебя есть слабости? У меня есть подозрение, что это пение. Подозрение? Ну, каждый раз, когда я запеваю, люди смотрят на меня со странным выражением лица. И они говорят что-то вроде, «Как хорошо, что ты ученый, а не Барт». Ну, теперь мне любопытно, не споете для нас? Пожалуй, только одну песню, ведь мне нравятся хорошие баллады. Ну, что думаете? Тарас, а ты в порядке? Оставь ее. Уверен, что она сожалеет о своем любопытстве. Прекрасная зарисовка. Вот этим я люблю GRPG, да? Они даже, ну, все разбавляют вот этой несерьезностью. Это же, ну, просто прелесть. Так. Мне кажется, вот этот квест, который мы... Который нам нужен. Но... Здесь тюрячка. О, бабусяка. Чем ты хочешь поделиться с нами, бабусяка? Ммм. Ну, ничем. Ну и ладно. Не хочешь, не делись. Так и быть. А ты чем хочешь с нами поделиться? Орех. И огненный камень души. Ну, освежающий джем я тоже возьму. Аминь. Вот это отлично. Ну, и поговорим теперь с ней. Решим ее проблемы. Совести у него нет. Вот что. Он опять поднял цену на использование мельницы. А выбора у меня нет. Не могу же я перемолоть пшеницу без мельницы. И что же мне делать? А вот. Помните, в Атласдаме был какой-то чувак-исследователь. Мы с ним недавно совсем говорили. А. Я вот только не помню где. По-моему, где-то тут стоял. Да? Да. Я сконструировал новую модель ветряной мельницы. Не то, чтобы она идеальна, но намного эффективнее тех, что у нас есть. Но, увы, почему-то никто не хочет попробовать ей пользоваться. Эта мельница помогла бы людям сберечь деньги, но все так привыкли ко всему старому. Если бы я смог найти хотя бы одного человека, который опробует ее, я уверен, что все изменилось. Пошли с нами, друг. Пошли, пошли. Пошли. Отлично. Ну и возвращаемся обратно. Один человек, который захочет ее использовать, уже есть. Так. Где же ты, тетечка? Где же ты, тетечка? Ну, то есть, второй вариант, по-моему, разрешения этого квеста, это набить лицо хозяину мельницы. Но, мне кажется, продвинуть науку гораздо интереснее, чем остановить жадного мельника. Эм, простите, но может ли быть так, что вы не можете по какой-то причине пользоваться той мельницей? Ну, на самом деле, так и есть. Хозяин вдруг поднял плату за ее использование. Тогда, пожалуйста, воспользуйтесь моей ветряной мельницей. Я приложил столько усилий, чтобы построить эту мельницу, но никто до сих пор не опробовал ее. Я беру совсем небольшую плату. Я даже помогу вам перевезти пшеницу. Хорошо. Звучит очень здорово. Думаю, я приму ваше предложение. Кстати, я не один такой, не одна. Все же это женщина. Кто не может помолоть урожай, он все копится и копится. Я расскажу остальным. Я буду очень вам благодарен. Не волнуйтесь, вы не пожалеете, когда воспользуетесь моей мельницей. Ну, и славно. 22 тысячи. Ничего себе, да, подгончик? Что ж, опять же, встретимся с вами, как только я пойму, что мы делаем дальше. Ну, а теперь нас с вами ждет Квори Крест. Квори Крест, Квори Крест. Только что же я вот здесь, по-моему. Да, пошли. И здесь должен быть новый Крестец для нас. А Квори Крест мы есть обчистили, я не помню. А-а-а. Ну, что-то из этого можно взять. Кстати, оливы жизни, что-то я это щедро пропустил. Так, а, выпытывание уже было. Значит, этот человек здесь стоял давно. А нам нужен кто-то новый. Кто-то новый, кто-то новый. Кажется, вот. Кто-то новый. Я снова сюда вернулся. Не хочется, но... Я обязан. Ради Джоффри. Да-да, я скоро буду. Адетта, когда это произошло? Вы все еще здесь. Она так всех приветствует? А ты думала, что я просто исчезну? Я, может, и старый, но пока еще не привидение. Старый, но не мудрый. Похоже, что вы так и не научились шуток понимать. Я делаю все это не ради шуток, а Детта. Я верю, что ты это понимаешь. Само собой, просто не верится, что сегодня снова этот день. Время и правда летит. Разумеется. Прошло уже 10 лет со дня смерти Джоффри. Он очень заботился о тебе в юности, когда делать это было больше некому. Я знаю это лучше, чем кто-либо. Это благодаря вам обоим я нахожусь там, где я сейчас. Не проходит и дня, чтобы я об этом не вспоминала. И несмотря на все это, ты ни разу не посетил его могилу. Я уверен, что Джоффри хотел бы хоть иногда видеть твое лицо. Я уже тебе говорила, я не собираюсь идти на его могилу. Не важно, сколько раз ты сюда придешь, мой ответ не изменится. Меня ждут исследования. Ясно. Пожалуйста, иди домой, Ревелло. Твою упрямство никогда не перестанет меня удивлять. Так и быть, я ухожу. Почему Адетта? Ревелло и Адетта. Ревелло и Адетта. А у нее... О, мы у нее что-нибудь можем сцелить тем временем. Ну, ладно. Огненный камень души возьмем. Че нет-то? И попробуем выпытать чего-нибудь. Ой. У, с первого раза. Женщина, которую когда-то зачислили в Королевскую Академию, это место вскоре сильно ее разочаровало своей внутренней бюрократией и борьбой за власть. В конце концов, она решила уйти оттуда и продолжить самостоятельное обучение в Кори Крести. И мы узнали, почему она не навещает Джоффри. Джоффри. Отлично. И теперь, видимо, надо это дело рассказать этому чуваку. И нам с вами, судя по всему, нужно вернуться к нему, а он находится в Ноблкорте. Да что ж такое-то? Так, стоп. Ноблкорт, это же... Это где-то вообще... А, Атлас Дам, Лэймс Грейс. Во, Ноблкорт, да. Кстати, а Ноблкорт у нас с вами обворован. Ну, так, как-то мы очень лениво, видимо, его обворовывали. Очень-очень плохое воровство. О, тяжелый мешочек для монет. Да, действительно, как-то пропустили. Это же поддельный... Да, это поддельный... Блин. Я забыл, как его зовут, представьте себе. Бодрящий гранат. Ага. Ну, остальных вроде мы качественно обворовали с вами. Все хорошо. Этого дядьку мы уже, да, чудаковатый лук у него стырили. Тут товарищи Мик и Мак, которым мы недавно помогли. Ну, как недавно, в прошлом эпизоде. Совсем мало времени прошло. Так, надо чувака найти. Хотя, я так подозревал, он, скорее всего, будет где-нибудь возле могилы. О, а это, кстати, новый персонаж какой-то. Его раньше здесь не было. Опачки. Из атака критический удар. Я думаю, что эту вещь нам тоже надо будет с вами одолжить. Но... Но я только-только тысячу раз у кого-то пытался все стырить. Поэтому, как вы понимаете, я задолбался. Во, это он. А что у тебя есть, друг? Ух, посох мага... Эээ... Ну так, все шмотки. А у тебя... Серебряный кинжал. Ну, нет, нищих и убогих мы не грабим. Адетта ни разу не ходила на могилу Джоффри после его смерти. Я не могу понять, почему. Да, давайте поделимся информацией. Вы знаете, почему Адетта не ходит на могилу Джоффри? Прошу, расскажите мне. Сам Джоффри сказал мне не ходить. Он всегда говорил, Вера должна стать твоим щитом. Но незадолго до своей смерти он сказал мне кое-что еще. А, Джоффри, это же отец Примроуз. Если я умру, не ходи на мою могилу. Не трать свое время на мертвых. Просто делай то, что должна, пока ты жива. Тогда я думал, что он шутит. Но, оглядываясь назад, я думаю, что он уже осознавал, что с ним что-то произойдет. Поэтому я поступила так, как он сказал. Я посвятила себя исследованием. И десять лет спустя я, наконец, наслаждаюсь плодами своего труда. Спасибо за то, что меня выслушали. Кажется, я, наконец, могу сделать небольшой перерыв в работе. Думаю пойти поискать красивый цветок, чтобы положить на его могилу. Я вижу, что у нее были свои причины. Не трать свое время на мертвых. Просто делай то, что должна, пока ты жива. Это так похоже на Джоффри. Возможно, я сам спрошу его о правде. Не возражайте, если я присоединюсь. Адетта? Мои извинения рывала. Но лучше поздно, чем никогда, верно? Наконец-то я выбрала время, чтобы оторваться от своих книг и навестить Джоффри. Я уверен, ты была очень занята. Спасибо, Адетта, за то, что ты пришла. А, это же старый дворец. Джоффри был очень строгим. Мне частенько от него доставалось. Я даже и не упомню, сколько раз. Я помню, как часто приходил к тебе на помощь в то время. Если бы Джоффри все еще был с нами, я уверен, что он бы высказался по этому поводу. Почему ты здесь? Ты что, Адетта, бросила свою работу? Он никогда не был так суров. Я уверен, что Джоффри улыбается, увидев тебя снова. Ты так думаешь? Он был действительно прекрасным человеком. О, шлем Ревелло. Прекрасно получать новые, да, шмоточки. Шлем Ревелло. Алиментальная защита и немного снижает получаемый урон от тьмы. Ам, давайте посмотрим. Ой. Он уже нам, видимо, ни к чему, да? Да. Ну ладно. Но, по крайней мере, мы сделали квест и доброе дело. Ну и, опять же, давайте посмотрим, кто это вообще. Цепеш. Непоклонник кинжалов, топоров или палок. Будучи стройным, он ненавидит холод, а сильный ветер может сбить его с ног. А, а насколько он сильный, интересно? А, Конрад Цепеш. Давайте сначала его обворуем, а потом уже вызовем на дуэль. Ну, встретимся с вами, когда то самое копье окажется у меня в инвентаре. Естественно. Ух ты. И он, наконец-то, отдал нам это копье. Ну и знаете что? Я хочу ему просто начистить лицо за то, что он так долго не давал нам остырить это самое копье. Полюбуйся на мое копье! Кстати, Цепеш, это же, наверное, отсылка к Владу нашему Цепешу. Может быть такое? Ну, и у нас крутой топор теперь. Ой. Ой. Ой-ой-ой. 450, то есть у него примерно 4500 хп. Ну. Так. Топорчик-то, а? По тысяче просто вливает. Ну, а теперь я предлагаю... А, ладно. Мы знаем о ВХП, зачем тратить ману? Во, немножко опыта. Интересно, что-нибудь произойдет. А, ничего не произошло. Просто мы его завалили. Ладно. Тогда я смотрю, что... А, кстати. Тут вот у чувачка, вот у этого. Смотрите-ка, какая прелесть. Нет, не у этого. У этого фигня какая-то. Ну, вот у этого чувачка. М-м-м. Все спутал. Все спутал. А, кажется, я все спутал. Байрон благородный. А, ну, давайте Байрон благородного, как бы это, чуть избавим от лишних всяких вещей. Подождите, а это сэр Майлс же. Ух ты, английская сабля. Прикольно быть сэром Майлсом. Ну, ладно. А здесь что? Скорость плюс 80. Кстати, вот это нам может пригодиться. Эй. Эй-эй. Скорость плюс 80 нам пригодится. Спасибо. Вот. Вот он. Наш товарищ Оген. Эм, давайте заберем вот это все. О, отлично. И выпытаем, что же он там. Странствующий аптекарь, знакомый с обширным перечнем болезней и сильнодействующих средств. Он спас бесчисленное множество жизней, но столько же спасти не сумел. Грустно. Поговорим с ним. Это должно тебе помочь. Если лихорадка вернется, то принимай лекарство два раза в день, пока она не спадет. Спасибо вам огромное. Нам повезло, что такой умелый аптекарь появился в нашей деревне. Не нужно меня благодарить. Ведь это моя работа. А, господин, могу ли я спросить, была ли я уже вашей пациенткой? Я не помню. Но я часто перебираюсь с места на место. Такое чувство, будто мы уже встречались давным-давно. Возможно. Как я и сказал, я часто перебираюсь с места на место. На время я остался в этой деревне, зарабатывая аптечным ремеслом. Но когда я потерял жену, я покинул это место. С тех пор я все время был в пути. Но спустя все эти годы, видимо, воображение подтолкнуло меня, и мне захотелось увидеть это старое место. Раду слышать. Надеюсь, в этот раз вы останетесь с нами навсегда. Мелисса. Мелисса. Скоро будет годовщина того дня, когда я потерял тебя. Поэтому ноги принесли меня сюда. У меня нет права снова увидеть тебя. Если бы я смог. Эпилог Огина. Отлично. Это же Огин? Нет, это какой-то дед. Вообще, что у нас с этой деревней? По-моему, она совсем не обворована. Ух ты, памятный меч. Мне кажется, сэр Майлз вполне может хотеть эту штуку. Как-то случайно мы наткнулись, да? Прикольно вообще вот такие вот совпаденеца. Ай, этот ничего нам не хочет отдать. А ты? О, стойкий орех. Эй, эй, ты, нельзя так со мной поступать. Грубый, грубый чувак. Золотая руда. Любопытный антикурят. Пригодится. Пригодится все. Ну, да, мы сейчас еще заодно посмотрим, что же здесь плохо лежит. Потому что нефиг плохо лежать. Правда же? Ну, вот. Давайте с Армалсом тогда поговорим. Кажется, мы его квест уже сделали, не делая. Точнее, нашли решение. Мы встретились снова, друг. Это я, сэр Майлз, из рыцаря Орданте. Меня недавно назначили в этот город на службу вере. И до меня дошли слухи. Слухи о том, что меч, который принадлежал моему отцу, все еще в этом городе. Надеюсь, я смогу хотя бы взглянуть на него перед своей следующей миссией. Если вам посчастливится найти этот меч, пожалуйста, дайте мне знать. Ну, единственное, что у этого меча шанс быть украденным очень низкий. А давайте сразу испортим нашу репутацию. Единственное, сливу сначала стырим. Ну, явно с трех попыток я его не украду, но вдруг, да? Ха, зачем ты приходишь и причиняешь мне столько неприятностей. Так, ну и финально. Ну, да, естественно. Поэтому давайте я схожу, восстановлю репутацию. А где тут, кстати, таверна-то? Таверна вообще есть? О, зато сундук нашли. Прикольно. Так вот, я найду тем временем таверну, восстановлю репутацию. И мы, наверное, сначала сделаем... А, вот она. Сначала сделаем квест Тогена, а потом уже продолжим. О, и тут сундук. Длинный лукмастера. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, ну хотя на халяву вряд ли он будет крутым. На халяву он оказывается вполне подходящим, например, вот сюда. А, нет? Элементальная атака уменьшается. Ммм, и точность уменьшается. Но, с другой стороны, у нее уже элементальная атака в основном идет с жезла, правильно? А вот с лука лучше иметь физическую. Прекрасно. Ну, и как я... Давайте... Ммм, тут ничего нет. А, естественно, мы же... Мы же с вами испортили репутацию. Да, всего тысяча, кстати. Очень даже бюджетно. Но это, я так полагаю, благодаря квесту сэра Майлса. Лосяновый меч нет, какая-то фигня. У тебя, друг, что? О, орех. Укрепляющий. Прекрасно. А, ладно. А нам с вами надо отправиться в Викторс Холлоу. Вот. И здесь... Ух ты, и здесь тоже всякие квесточки, квесты есть. А. Ну, кстати, неплохой кинжал был. Справедливости ради. Так. Угу. И не здесь, и не здесь, и не здесь, да? Что-то... А... Может, внутри? Не, не внутри. Я понимаю, что очень сложно следовать повествованию, когда... А. Ну, я знаю, что надо делать, но не говорю. А вы не знаете, что надо делать, и смотрите за тем, как я не говорю. Хм. Ну, нам надо, в общем-то, с вами найти... А, вот. Спуск вниз. Спуск вниз. А ты кто? Ты можешь быть нашим кандидатом, кстати. Вот. Незабудка. Нам надо стырить у нее незабудку. Ее любимый цветок. Ну, и там... Так далее. И так далее. И давайте вернемся теперь обратно в северный предел. Ну, и теперь эту самую незабудку нам надо вернуть товарищу Огину. А где он только? Вот это его домик. Нет. Черт. А где домик Огина-то? Мне казалось, что он вот здесь. Что за бред? А. И... Это ж не Огин. Это явно не Огин. Дедушка, а кто ты, кстати? Весь город окружает стены замка. Он нас не пускает внутрь. За что поплатится... Да ну нафиг. Блин. Я хотел сказать, за что он поплатится очищающим семечком, да? Ну и цветоколивый. Давайте тогда ему лицо набьем, чтобы пройти внутрь. Я правда не... Оу. Оу. Давайте я сохранюсь сначала тогда. Как-то это... Блин, ну просто Огин должен быть где-то здесь же. А это что за чувак? О, это послабее. Давайте с этим разомнемся. Ну и у нас есть чудо-топор. Помним. По тысяче просто. По тысяче вломовое. А? Вот вообще адский сатана. А насколько на 700 он гниет? То есть у него 7700. А нет, он гниет на 1 шестую уже. Мы, короче, сейчас его просто вот так вот должны заколбасить. Нет, не заколбасили. Ну вот так должны. Все равно нет. Странно. Странно, странно. Ну, короче, в любом случае он долго-то не проживет. А тот урон, который он нам наносит, это скорее с нихуёчек. Все. Блин, а как найти Огина-то теперь? О! 20 тысяч. В общем, этот бой того стоил. Может, Огин в таверну зашел, а? Может такое быть? Нет его в таверне. Куда он подевался-то? Он рассказал грустную историю и пропал. Ладно, я воспользуюсь сохранением. А, может он здесь? Эта часть города теперь закрыта, правильно? Ну что, тогда дедушку попробуем попросить подвинуться. Тут еще дома-то есть? Может, он в покинутом соборе? Ну, то есть из города он вряд ли смотал. А, он на могиле. Вот я. Вот я. Ну, тем временем, конечно, бы еще кармашки его пощупать. А, мы пощупали. Я хотел принести на могилу жены ее любимые цветы. Но, похоже, больше они здесь не растут. Они называются незабудками. Да, вот тебе. Это незабудка? Моя жена любила их больше всего. Спасибо. Мелисса. Я наконец-то дома. Помнишь, как ты любила цветы незабудок? Я подарил тебе целую охапку, когда делал предложение прямо на том поле за деревней. Ты взяла их, и твоя улыбка была ярче, чем солнце. Ни дня не прошло, чтобы я не думал о тебе. Все это время я скитался в поисках причины, чтобы жить дальше. И думаю, я наконец ее нашел. Я и дальше буду помогать людям в качестве аптекаря. Так что я присоединюсь к тебе не так скоро, как думал. Надеюсь, ты присмотришь за мной и будешь ждать меня. Еще одно. Есть кое-кто, кого я однажды хочу тебе представить. Надеюсь, ты не против, если я его сюда приведу. Он тот, кто напомнил мне, что значит быть аптекарем. О, это же про Альфина. Двойной томогавка. Что такое двойной томогавка? Это меч? Не меч. И не копье, наверное. Может быть. У-у-у. Обычные атаки наносят урон дважды. М-м-м. Давайте попробуем, а? Мне интересно. Хотя, нет. Не, не, ему оставим. Ему оставим. Ну и у нас осталась последняя вещь на повестке дня. Это стырить меч от ССР Мелса. Понеслась. Чего? Я, правда, не верю, что... Да. Что у нас с вами за четыре попытки это выйдет? Ну, вдруг произойдет чудо. Давайте еще прям вот вы секунду подождете. А если нет, то мы с вами, естественно, встретимся сразу после рекламной паузы, что называется. Ух ты, наконец-то он отдал нам этот меч. Долго же у меня ушло. Где-то минут 15 я бегал туда-сюда, восстанавливал репутацию, но периодически загружался. Ладно. Так. Ну что? Да. Держи. Да. Держи. Меч в руки. Эй ты, откуда у тебя этот меч? Этот меч однажды принадлежал моему отцу. А вы? Меня спас мужчина, который владел этим мечом. Значит, ты сын того великого героя? Вы... Вы знали моего отца? О, да. Давным-давно он спас целую деревню, когда на нас нападали дикие звери. Больше некому было нам помочь. Не было никого, кроме путешествующего рыцаря Орданте, который проходил через нашу деревню. Главы деревни умоляли, чтобы он обеспечил нам безопасность. И тот рыцарь сразу же согласился. Ни одна душа не погибла. Но и тогда он не посчитал, что его долг выполнен. Он доверил свой клинок деревне. Он поручил нам продавать хорошую сталь и покупать на вырученные деньги еду и семена. По закону Орданте, рыцарь не должен отказываться от своего долга ни при каких обстоятельствах. И отбросив в сторону меч, неважно какой достойной была причина, такой человек считался дезертиром. Вот что я слышал, и все же это великий человек. Он без колебаний принял подобное вещество, чтобы помочь незнакомцам. Из-за твоего отца я и сам хотел учиться владению мечом. Из-за него я стал тем человеком, каким являюсь. Я никогда бы не смог подняться до высот рыцаря Орданте, но я хотя бы смог начать жизнь наемника. Так значит, вот она правда. Мой отец спас деревню, и за это его лишили плаща и рыцарства и объявили дезертиром. Он был самым великим и благородным человеком, которого я знал. Когда рыцарь вступает в орден Орданте, он приносит клятву. Защищать тех, кто ищет тепла и уюта святого пламени, принесенного самим эльфриком. Клятва не менялась с тех пор, как самый первый рыцарь Орданте произнес слова над мечом, который получил от самих богов. Я принесу свою клятву над отцовским мечом, чтобы быть рыцарем чести, как мой отец. Благодарю вас, теперь я знаю, каким на самом деле был мой отец. Слова не выразят моей признательности, но это все, что я могу предложить. Наряд Орданте и питательный орех, и 11 тысяч. Ну что ж, наряд Орданте. Из защиты ЛМ-защиты Макса Д. Может, кстати, вот этой подружки, но у него магия чародея. Я думаю, я не откажусь от ста почти. А, ну она, короче, хуже. Ладно. Ну, тогда, видимо, вот и все, ребята. Наше время, кажется, совсем подошло к концу. Поэтому давайте скажем спасибо Миша Лебедеву, Мише Фомину, Зуклике, Андрею Фиолетову, Максиму Воваеву, Алексею Смирнову и Эдуарду Бабушкину за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Ну и всем вам, ребятушки, огромное спасибо. Нас впереди еще ждет много довольно-таки квестов, несколько подземелий и, ну, в самом-самом конце нашего прохождения, естественно, злой финальный босс. А пока на этом все. Всем удачи, счастливо. И до встречи в следующем эпизоде. Пока-пока.